Продолжаем выпуск. В 30 километрах от Актобе замерзает целый поселок. Жители сами разобрали свои кирпичные печи еще летом, после того, как им провели долгожданный газопровод. Вот только газ в селе так и не появился. Как объясняют эту ситуацию чиновники и будет ли это зимой в домах тепло, расскажут наши корреспонденты. Айганы Магимбаева одна из тех, кто с радостью разобрал старую кирпичную печь еще летом. И вот уже месяц в доме на полную мощь включены электрорадиаторы. Женщина с опасением ожидает счета за энергию. Электрически обогревателем сижу. Что ж теперь делать? Ребенок есть. Я сама опекун. Ребенок из школы ходит. А там соседей тоже убрали. У него маленькие дети есть всех. В нескольких домах Белогорского карьера старые печи все-таки не убрали. И вот теперь соседи ходят друг к другу погреться. Дети стараются проводить как можно больше времени в активных играх на улице. Так теплее. Но в регионе уже выпал снег, а ночами температура воздуха снижается до минус пяти. Никто не хочет к нам никакое отношение иметь. Приехали, посмотрели, все, как, чтобы на отмаз. Деньги заплатили, теперь газ не за что, уголь не за что купить. Все мерним, в кредитах все сидим. Когда поставят нам газ? Опять будем брать кредит на уголь, на дрова. А кто его даст? А уголь какой? Уголь подражал. 17 тысяч тонн. Газификация села началась два года назад. Жители написали письмо на имя президента страны с просьбой подвезти к их домам голубое топливо. После этого местные власти развернули активную деятельность. Составили проектно-сметную документацию и уже весной провели газопровод. Но по сей день не подключили его. Мол, технические неполадки обнаружились. На этой неделе совещание проводили, оперативно получается. На этой неделе полностью все моменты устраним. И насчет газа вопрос решимся. Можешь точно до конца недели сказать? До конца недели. Село Белогорский карьер было основано полвека назад для рабочих, добывающих в карьере щебень и нерудные металлы. По сей день это производство является главным источником дохода местных жителей. Зарплаты тут невысокие. В среднем 50 тысяч тенге. Люди боятся, что не смогут погасить щита за электроэнергию. И если их отрежут от сети, то они окончательно замерзнут. Помогите. Вот весь поселок. Скажите, помогите нам. Помогите. Иначе мы уже не знаем, куда обращаться.